Поршневая от BP Lush Ahead 136 Geraint 2. Поршень выглядит следующим образом. На нем присутствует, естественно, абразивный износ, поскольку фильтров на входе нет, плюс он еще немножко поел земли. Верх поршня плоский, на обозначение вот это не смотрите, это просто я маркировал, что с какого цилиндра снято. Стрелка направлена на сторону выпуска. Палец у нас плавающий, стопор вот такого плана. Размер у нас вполне себе ожидаемый и составляет он 66 миллиметров. Ну, тут он немножко в минусе поршень, но то такое. Размер пальца у нас 15 миллиметров, длина его 45 миллиметров вроде. Ну и толщина стенки, это не сильно важный параметр, но все же 2,5. Так, толщина колец по 1,5 миллиметра. На одном поршне я все-таки заметил небольшие проблемы с кольцами. Но как бы не критично, я думаю, еще походит. Конструкция колец типичная для двухтактника, то есть с вот такими пазами и ограничителями для того, чтобы оно не попадало ни на какие окна. Производитель самих колец HV. Я не знаю, тут видно, не видно. Или это обозначение просто материала колец, я не в курсе. Поршень похож на то, что он типа как от бензопилы, но об этом немножко позднее. Компрессионная высота, по моим расчетам, вышла 35 миллиметров. Кому интересно. Ход поршня у нас выходит 40 миллиметров, то есть объем одного цилиндра составляет 137 кубиков. У нас 4 цилиндра, то есть общий объем всего мотора 548 кубиков, что соответствует оригинальному немецкому Limbo. Здесь они скопировали один в один. Цилиндр у нас с некосиловым покрытием. Вот это самое печальное, то есть есть вот тут небольшая риска. Ну и так он, конечно, абразивом немножко пожеван. Камера сгорания у нас такая имеется. Вот эти, как они называются, не знаю правильно, продувочные окна. То есть здесь они не через картер реализованы, а в самом цилиндре. Также есть вот тут отвод под другой карбюратор. Сам цилиндр у нас с этой стороны профрезерован под теплоотводящую головку. И теперь самое интересное. Откуда же взят этот цилиндр? Цилиндр скопирован от бензопилы Stihl 090. Они продавались также под брендом Contra 090, ну и, наверное, многими другими. Существует огромное количество копий, в том числе куча азиатских каких-то непонятных брендов. Но этот цилиндр немножко отличается от бензопильного тем, что в нем отсутствует декомпрессор. Я находил на ebay и также на алиэкспрессе такой цилиндр. И стоимость его порядка 80-90 долларов вместе с поршнем. Но, правда, поршень там чуточку другой конструкции. Вот этот цилиндр у нас в состоянии немного лучше. В основном все вот такие цилиндры. То есть, ну, состояние такое еще походит. Посадочное под цилиндр у нас 88 миллиметров, если я правильно посчитал. Диаметр цилиндра вот тут 72 миллиметра. Расстояние между вот этими отверстиями 46 миллиметров. На выпускном окне получается около 52. Размер впуска у нас 30 на 15. Вот это окошечко 30 на 15. Выпуск сейчас померяем, потому что я как-то упустил этот момент. Впускного окна у нас 16 на 30, то есть плюс-минус одинаково с опуском. Еще, конечно, непонятный момент. На поршневых пальцах почему-то износ такой достаточно сильный. По краям там, где ходит поршень. Здесь у нас роликовый подшипник размером 18,5 на 15, кажется, если я правильно помню. Ну и 15 внутренний диаметр. В некоторых поршнях палец достаточно плотно сидит. В некоторых он прям выпадает под своим весом. Но хотел я еще проверить массу, насколько хорошо подогнаны поршни между собой. Итак, возьмем один поршень. Вес у него 228 грамм. Оттарим. Вот. И теперь будет показывать разницу. Разница у нас по нулям. Прям совсем 0,0. Этот поршень тоже прям вообще по нулям. Даже ни одной десятой граммы нет. Здесь отсутствует одно стопорное кольцо. Так что на этом немножко будет отличаться, наверное. И смотрим, ну да. Тут в минусе на 0,6 грамм как раз вес вот этого стопорного кольца. То есть поршневая просто в нули подогнана. Это, конечно, прикол. На одном поршне есть косяки производства. Вот такие. Видите? То есть тут что-то заехала у них фреза. И тут тоже вот заехала фреза. Как бы не критично, но есть то, что есть. Поршневые пальцы производителя ZT. Я так и не нашел. Кто оно такое и что оно такое. На самих поршнях маркировка уничтожена. Вот какой-то полукруг как бы есть. Что оно за производитель я так и не обнаружил. Может вы подскажете. По маркировкам внутри есть обозначение X19108. И также вот такая маркировка есть. 66, 59, 80. Поиск, к сожалению, ни к чему меня хорошему не привел. Не смог я обнаружить откуда эти поршни. Может кому-то что-то она напомнит. Вот видите? Чуть-чуть что-то недостертое. Но я, к сожалению, не в курсе, что это и к чему это. Еще проверим, конечно, вес самого цилиндра. Чисто ради прикола. То есть вес цилиндра 1000 столов в грамм. Но это еще вместе с адаптером с вот этим. Потенциально при выходе из строя, ну если в процессе оживления мотора развалится цилиндр какой-то, можно, конечно, заказать от бензопилы. Единственное, что не факт, что он подойдет. Да и по цене оно там накладно. Так что всем спасибо за просмотр. Мира, добра и всего хорошего.